Здравствуйте, в эфире программа подробностей. Сегодня подробно поговорим о такой важной и актуальной теме, как оплата жилищно-коммунальных услуг. В нашей студии директор муниципального предприятия города Рязани, кустовой вычислительный центр Александр Цулимов. Александр Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Илья Иванович. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам, что пришли, потому что вопросов по этой теме, что называется, очень много. И связаны они в первую очередь, наверное, с тем, что в прошлом году в тех квитанциях, которые получают граждане для оплаты жилищно-коммунальных услуг, появились две новые строчки. Это оплата за общедомовые нужды и взнос на капитальный ремонт жилого фонда. Ваше мнение, как профессионала, как человека, который, что называется, ежедневно работает с гражданами, все ли у нас сейчас, что называется, привыкли к этим двум строчкам? И для всех ли они сейчас понятны? Ну, то, что касается привыкли, не привыкли, это же надо спрашивать каждого конкретного человека. Мы просто можем анализировать это состояние, исходя из тех вопросов, которые задают граждане. Ну, вот с какими вопросами в первую очередь к вам обращаются люди? Ну, в первую очередь возникает вопрос, то, что касается общедомовых нужд. А вообще, зачем это нужно? Раньше этого не было, а сейчас какие-то общедомовые нужды, и пошло-поехало. Значит, мы должны исходить из следующего. Не что кому нужно, а как это регламентируется теми документами, которые существуют. В соответствии с постановлением правительства 354-м, там оговорено, что оплата жилищно-коммунальных услуг, она должна производиться двумя частями. Первое, это то потребление, которое гражданин потребляет непосредственно в своей квартире. И еще те затраты, которые, естественно, идут на многоквартирный дом, связанные, ну, например, свет в подъезде, отопление в подъезде. То есть, вот эти вот все вещи, да? Часто приходится слышать от людей, что вот я в своей квартире плачу за свет чуть ли не столько же, сколько мне выставляется за общедомовые нужды. Как такое может произойти? Такое может происходить только в одном случае. Если информация, первичная информация, которая участвует в расчете, она, назовем так, ну, не совсем корректно, мягко говоря. Дело в том, что тот же самый расчет ОДН, он осуществляется... ОДН – это общедомовые нужды? Общедомовые нужды, да. Это касается, ну, например, да, в доме стоит общедомовой прибор учета. Так ведь, да? Он фиксирует потребленный ресурс всего дома. И по этому объему потребления, ну, квартирный дом этот расплачивается ресурсоснабжающими организациями. Теперь дальше. Ну, да, это весь дом. А как это потребление всего дома поделить на составляющие, то есть на квартиры этого дома? Там участвует, значит, первое – потребление на индивидуальное потребление, да? И вот от общего объема потребления минусуется сумма, которую потребили люди, проживающие в этом доме, у которых стоит, например, индивидуальный прибор учета. Первое. А там, где не стоит, там расчет все равно делается, но по нормативу. И вот эти вот два значения, они складываются, вычитают из общего. Получается вот эта вот дельта, которая делится на всех. А делится она как на всех? Она делится, допустим, на общую площадь. И умножается на площадь каждой квартиры. Вот в этой части, для того, чтобы гражданам можно было проще разбираться, мы, дорабатывая счет-квитанцию, которая действует в городе Рязани, мы сделали специальные разделы, посмотрев на которые, человек может определить, насколько правильно или неправильно произведен расчет. Вот. Ну, это можно посмотреть, и люди, которые платят, которые имеют счет-квитанцию, они могут это все увидеть. Там показывается общая площадь дома, количество проживающих в доме, количество проживающих в каждой квартире, например, да, и площадь, общая площадь каждой квартиры. И написан в виде таблички сам алгоритм, как все считается. Поэтому, взяв эти значения, несложно все это определить. Были ли прецеденты, когда, ну, что называется, вот люди, недовольные тем, как начисляются те же общие домовые нужды, задавали вопросы, разбирались, и потом, что называется, правда была на их стороне, да? То есть, какие-то вот некорректные начисления. Бывает такое? Некорректные начисления, еще раз я говорю, они вот именно зависят от тех значений, которые участвуют в расчете. Ну, например, если по дому представлена информация, площадь дома, она не вся, то есть, какие-то площади, ну, особенно там часто бывают нежилые помещения, они просто не представлены. Значит, естественно, величина для каждого гражданина, оплата общедомовых нужд, она увеличивается, да. Где искать правды и получается ее находить? Правду искать можно только, как говорится, в своем доме. То есть, вот, если мы возьмем вот эту счет-квитанцию, там четко определенная, так называемая, справочная информация, где определены исполнители услуг по каждому виду. Есть адрес почтовый, есть телефон. И если возникает вопрос, связанный, допустим, с содержанием жилья, к примеру, да, вы должны позвонить или в обслуживающую организацию, или в управляющую компанию, или в ТСЖ. В зависимости от того, кто вам оказывает услугу по содержанию и ремонту. Значит, перерасчеты за общедомовые нужды, они тоже самые бывают, но какое количество, я сейчас вам не готов сказать, да. Но, во всяком случае, то, что регламентировано нормативными документами, в частности, в 3054-м постановлении, все расчеты, перерасчеты делают в соответствии с этим. Ну, то есть, просто гражданам нужно очень внимательно по-прежнему относиться к этим статьям, и в соответствии с тем алгоритмом, который вы им подсказываете, даете в счете квитанции, внимательно смотреть, чтобы не переплатить лишнего. Конечно, конечно, конечно. И более того, ведь получается как, да, гражданин может, например, посмотреть и сравнить площадь его квартиры. Но, чтобы узнать там площадь многоквартирного дома, он этого может не знать, но для этого он может обратиться в управляющую компанию, которая обязана ему предоставить, или в свое ТСЖ. Они обязаны представлять любую информацию, которая касается этого конкретно многоквартирного дома и этой конкретной квартиры. В последнее время у граждан появилось много возможностей оплачивать жилищно-коммунальные услуги и через терминалы различных банков, и даже через интернет. Ну, и, конечно же, остается касса, что называется, муниципального предприятия, кустовой вычислительный центр. И не только касса муниципального предприятия, это касса кредитных организаций, это касса почтовых отнялений. Я хочу сказать, что сама система, которая действует в городе Рязани, в общем-то, она оценена и на уровне государственном. Значит, она является достаточно уникальной по сравнению со всеми остальными. В чем уникальность заключается? Она заключается в следующем, что изначально, когда планировалась вообще сама система, мы это делали таким образом, чтобы процесс начисления, оплаты, перечисления денежных средств, он был максимально прост и понятен гражданам, в первую очередь. Система, она называется комплексная автоматизированная система, электронный счет, она дает возможность гражданам оплатить услуги жилищно-коммунального хозяйства любым из действующих способов в городе Рязани. Это, вы правильно говорите, это можно сделать через интернет, это можно делать с помощью терминалов, банкоматов, это можно делать через кассы, ну, как угодно. Сейчас онлайн платежи распространены. Но речь идет о чем? Речь идет о том, что в каждом из этих случаев там есть определенные вопросы. Ну, например, возникает какой-то вопрос у человека, он подходит к терминалу, к банкомату, но он ему не задаст этот вопрос. Там как вычислительные техники, или ноль, или единица. Выбирай, ноль или единица. Отец скажет, что-то я не согласен. И возможный вариант, когда он, допустим, не будет оплачивать, а будет предпринимать какие-то действия, чтобы для себя разъяснить, что действительно это столько. И другое дело, когда гражданин приходит в кассу, ну, вот я говорю сейчас про те кассы, которые наши в городе Рязани, а мы в общем объеме принимаем через кассу, через терминалы, на сегодняшний день порядка 53% от общего объема. Вот, поэтому там кассир, он в том числе еще и выполняет функцию, ну, назовем, мини-справочной службы. То есть на какие-то вопросы он может ответить. А это, а тут как сделать, а куда обратиться, там, а почему так, а не иначе. А когда, ну, с человеком идет какой-то диалог, то есть он, во-первых, для себя что-то уже выясняет, он снимает те вопросы, которые есть, и, естественно, ведет оплату. Мы разработали, наверное, еще лет пять назад такой механизм, как безналичная оплата работающим гражданам из заработной платы. То есть, когда человек просто пишет заявление в свою бухгалтерию, прошу удерживать, допустим, из моей заработной платы в части оплаты жилищно-коммунальных услуг, ну, там есть определенный типовой бланк, он просто его заполняет. Дальше с этого типового бланка делается копия. Бухгалтер предприятия проставляет там идентификационный номер, ретабельный номер какой-то. И вот эту копию этого заявления направляет к нам. Все дальше идет автоматически. Мы делаем начисление, начисленные суммы отправляем в бухгалтерию. В бухгалтерии в момент расчета заработной платы этот массив включает в обработку. Все вперед и вверх. У него удерживается. И гражданину, в подтверждение того, что с него удержали, к расчетному листочку, где есть второй раздел, это прочие доплаты и удержания, там появляется строка «удержано, зажикую», стоит сумма. И дополнительно к расчетному листочку дается справочка, расшифровывающая, что вот эти 2,5 тысячи, которые с меня удержали, это 500 рублей содержание жилья, сток капитальный ремонт и все остальное. Я говорю, идеальное. То есть это даже проще и лучше, чем интернет-оплата. Крайне интересный и содержательный разговор получился. Александр Цулимов, директор муниципального предприятия города Рязани, Кустовой вычислительный центр, был гостем программы «Подробно». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова